добрый день друзья с вами дамир и хотел бы в этот день 9 мая поздравить всех ветеранов и на фоне будет бой на т-34-85 рудой это танк победой поэтому хотел бы прочитать такое небольшое стихотворение ветераны мы благодарны за свободу за небо что над головой вы дали жизнь всему народу приняв ужасный этот бой и пламой и пламя вечная не гаснет сердцах людей жива печаль по всему погибшим от напасти пусть сдрогнет тонкая свеча вы подарили нам беспечность мечты и радость светлых дней мы благодарны бесконечно за громкие звонки и смех детей вот если действительно хочу поблагодарить всех наших ветеранов всех тот воевал всех тружеников тыла если хочу не рассказать ним немножко историю своих дедов оба деда были призваны в армию мой дед со стороны отца служил на границе с монголией во время войны другой дед со стороны матери служил уже на фронте то есть где-то под смоленском но если говорить про моего деда со стороны отца он 1911 года рождения то есть когда война началась ему было на тот момент 30 лет и у него уже были дети то есть он был женатый человек за по какой причине его отправили именно на границу с монголии но как мне рассказывал отец он занимался тем что они перегонят перегоняли коней лошадей через границу то есть монголии лошадей для фронта перегоняли вот и по рассказам отца дед говорил что уж лучше бы он оказался на фронте чем в тылу почему потому что в тылу практически не кормили то есть было деды очень мало вся еда все продовольствие шло на фронт все на фронт они вот лошадей с монголии пригоняли и все это шло на фронт и действительно мало то есть они голодали и как ему рассказывал мой дед что они делали когда не перегоняли лошадей то есть перегон шел где-то там ну возможно несколько дней день-два можно больше по количеству дней и лошади бывает что скажем так не выдерживают такие вот перегоны ложь лошадь если уже устал то сложится и уже погибает умирает и вот и чем что недель они специально где-то две-три лошади во время перегона так ну ломали ломали убивали одну скажем так лошадь ели во время перегона а там еще одну или две привозили приносить как так мясо в казармы чтобы уже там остальные солдаты офицеры сепо или там все буду все это понимали все друг друг про кого и потому что действительно есть было нечего и ели именно вот эту конину вот это все по рассказу моего отца отец как бы передает слова то что говорил мой дед я своего деда к сожалению скажем так живых ни разу не видел почему потому что мой дед умер в восемьдесят четвертом году я родился восемь шестом то есть вот никак не стыковались бы скажем так вот он все-таки 1911 года ему был бы сейчас уже сто шесть лет поэтому ветеранов сейчас очень очень мало то есть если даже они есть то им очень много лет мой дед со стороны матери он 1921 года рождения когда началась война ему было 20 лет то есть он был еще молодым неженатым и он попал на фронт он служил в арт-батареи в артиллерии то есть это бог войны считается артиллерия вот и служил где-то под смоленском вот и во время один там один из в одном из боев папы бомбардировки и так далее так возле его пушки разорвалась там бомба вот и он получил осколочное ранение в голову вот его госпитализировали от лежал в больнице потом где-то находился скажем так рядом с фронтом но помогал чем чем-то после того как все-таки война закончилась он уже так на фронте не был потому что все таки у него было ранение в голову он вернулся домой но он получил вот это ранение в головы и у него осколок остался до конца жизни в голове вот и помню что в 90-е годы даже ездили проверять это осколок и врачи сказали что нельзя вынимать типа есть равно риск и вот дед таки жил с осколком это моего деда уже тоже нет живых он 21 года рождения вот ему было бы сейчас 96 лет вот его тоже уже в живых давно нет он немного рассказала с историей помню он рассказал гитлер капут и так далее то есть такие история очень маленький был такие детские интересные истории рассказывал но может много чего я уже сожалению не помню таким вот образом и вот и поэтому я очень горжусь тем что вот мои деды воевали действительно мог говорить что мои деды воевали я горжусь ими им огромная огромная благодарность во всем и у меня действительно большой большое уважение почет всем нашим ветеранам всем труженикам тыла подошел мои бабушки всякие были тружеками тыла сожалению их тоже не осталось живых тут все-таки возраст на это все всем спасибо и вам видео напоследок день победы как он был от нас далек как костре потушен таял уголек были версты обгорелые пыли этот день мы приближали как погибли этот день победы ворохом пропах это праздник сединою на висках это радость со слезами на глазах это праздник день победы день победы день победы вон вон м вон динь и ночи в мартеновских печенье смыкала наша родина отец вон в vigil Битву трудную вели, Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, День победы, Бороком пропал, День победы, Это праздник, Праздник, Сединою на висках, Это радость, Со следами на глазах, Это праздник, День победы, День победы, День победы, День победы, Здравствуй, мама, Возвратились мы не все, Босековы пробежатся поросель, Пол Европы, Прошагали пол земли, Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, День победы, Бороком пропал, День победы, Это праздник, Праздник, Сединою на висках, Это радость, Со слезами на глазах, Это праздник, День победы, День победы, День победы, День победы, День победы, Субтитры создавал DimaTorzok